Привет всем из солнечного Ташкента! Хочу вам показать, что я начинаю делать. Вот она у меня в зеркальном отражении. Это Пушкин на узбекском языке. Эта книжка стоит 23 тысячи сумм. Это примерно 2 доллара. Я искала книги на узбекском языке, но тяжело найти. Почему-то они говорят, что все сейчас перешли на русский, и все детские книжки больше на русском, чем на узбекском. Вот, я вот решила изучать узбекский язык. Я, в принципе, так некоторые слова помню, но за 25 лет все стерлось просто с памяти. Видите, вот такая книжка здесь. Очень интересно, такая иллюстрированная. Смотрите. Поэтому я вам говорю, что Узбекистан и Россия очень честно связаны исторически. Видите, они уважают культуру всех народов. Я не говорю, что только сказки на русском. Всех народов, если походите и посмотреть, очень большое уважение, да. Я вот купила книжку, купила тетрадки и ручку. И вот сейчас я начну переписывать, переводить. Хотела найти словарь русско-узбекский, но не нашла. Там был маленький разговорник, он не пойдет. На Google он неправильно переводит. Хочу сказать по поводу узбекского языка. Почему я считаю, что узбекский язык очень близок, не только язык, а сам народ очень близок к российскому, да, к русскому языку. Потому что грамматика узбекского языка, она такая же, как и русский язык, да. Грамматика русского языка. Почему? Потому что узбекский язык регулируется окончаниями, падежами. Там есть женские рода, средние рода, мужские рода. Только вот я вам говорю, что я знаю немецкий и английский, да. И вот испанский, вот эти все языки, европейские, они не регулируются окончаниями. Только узбекский язык, ну, из-за восточных языков, я знаю только узбекский, да, изучала. Только узбекский язык регулируется окончаниями, падежами. Только в узбекском языке есть в глаголах женский род, понимаете, пошла-пошел. А в остальных иностранных языках там все оно, все как средний род, понимаете, там окончания не меняются. А я считаю, что менталитет народа – это его язык. Если люди так глубоко, как сказать, изучали, как бы создали свой язык, понимаете, который так регулируется, да, это об этом уже все говорит. Почему вот узбеки, ну, узбекский народ совершенно отличается от других народов, да, я как скажу, европейских. Я вот сравню вас с европейскими. Я считаю, что узбекский народ, он более древний, более грамотный, более умный и мудрый. Вот это лично мое мнение, я так считаю. Как вы считаете, это, как бы сказать, ваше личное дело. Но я вот хочу сказать, что с сегодняшнего дня я изучаю узбекский язык. И вам тоже советую для своего, как бы, познания начать изучать языки братских народов. Всем пока!